ребята привет вы на канале пулин сегодня мы поговорим о том что в польше наконец значит начинают снимать ограничения больше поговорим о правилах въезда о карантине о сроках и я думаю это видео будет полезно для тех кто в ближайшее время будет пересекать гарнизу с польшей кто планирует тут жить и и скажем так не понимает какая ситуация проходит на сегодняшний момент слава богу и наконец февраля 22 года у нас постепенно оттаивают ограничения и к сожалению мы почти всей семьей кроме сони переболели микроном в конце января и как раз на нас еще были все эти жесткие ограничения вот после как мы выздоровели сразу эти ограничения уменьшились что это значит это значит когда человек болеет он теперь мне на карантине находится не 10 дней а 7 дней мы еще находились 10 дней у нас была изоляция то есть также я попрошу вас не путать изоляция и карантин изоляция то когда человек заболел и а карантин это человек сидит на карантине когда имел контакт и заболевшим но у него негативный результат вот например у нас у сони был негативный результат и она была на карантине она была на карантине 14 дней это значит что 10 дней вместе с нами плюс 7 дней как бы дается дополнительно что вдруг человек в течение 10 дней заболел поэтому продвигается продлевается сам количество дней но слава богу середины февраля для людей у которых был контакт количество дней столько же сколько его заболевших то есть через там пару дней соня могла уже сидеть не 14 дней а 7 дней так что приятная новость конечно неприятная новость кто заболел но приятная новость что количество дней будет меньше если человек просто имел контакт заболевшим то на карантин он не попадает я объясню вам что это такое то есть соня как бы жила да живет с нами то есть это у нее член семьи она сто процентов будет сидеть на карантине если у одного членов семьи положительный был тест тот кто у кого кто не заболел он был непривитый а вот если например ситуация как у нас была в саду и в школах когда например учитель заболел то весь класс автоматически садили на карантин то сейчас слава богу это уже отменяется и вот этих вот неожиданных ситуаций когда ничего не знаешь утром приводишь ребенка в сад а тебя говорят нет мы его не примем потому что со вчерашнего дня он на карантине ты этого даже не знал оказывается воспитательница заболела и всех автоматически посадили на карантин такой думаешь блин а как а мне на работу надо и садят только ребенка то есть чтобы вы понимали то есть предполагает что что ребенок сам будет сидеть ну или дальше развивается событие должен брать опеку над джетским хорошо что это если у тебя есть умова браться если ты работаешь после ценю или вообще неофициально то тебе либо не платят и ты сидишь бесплатно семь дней либо кто-то сидит или я не знаю ребенок сам сидит ну то есть сложная была конечно ситуация поэтому сейчас уже слава богу этот момент был урегулирован также уменьшился количество дней на карантине люди по приезду из стран нею не униевропейская думаю это больше интересно всем нам потому что большинство людей ну кто смотрит мой канал те живут и не в зоне униевропейской поэтому если к нам сюда переезжаете приезжайте то карантин уменьшается тоже до семи дней очень важный момент и это скажем так сто процентов уже испробованы потому что вот вчера приехала моя знакомая с украины и она не привитая она приезжала с двумя детьми которые но один ходит тут в садик один ходит в школу и она как опекун над ними то есть у них было подтверждение о том что один в садике другой в школе они с собой брали легитимацию школьную из-за свечения что он уходит в школу она не сидела на карантине даже не привитая и на самом деле это круто даже кстати у нее тест не посмотрели хотя тест она делала и тест подходит для польской границы и как на антитела так и более этот дешевый тест соответственно разница в цене большая но проходят все виды тестов но самое главное чтобы он был свежий скажем так а не то что там его сделали неделю назад это очень как бы приятная момент и также обратите внимание для студентов полицеальной школы также не нужен не нужен сидеть на карантине и очень много наших студентов этим пользуются поступают на второе на третье направление только для того чтобы сохранить статус студента например если ему до 26 лет он будет получать повышенную зарплату а плюс еще и мотаться к себе домой без карантина не повиваясь это конечно для них очень круто поэтому рассказываем такую ситуацию чтобы вы знали и планировали и тоже могли как-то свою жизнь регулировать если нужно вам часто такие выезды приезды то есть она ситуация вот так выглядит также обратите внимание что не все прививки принимаются в стране евросоюза потому что вот мои знакомые прививались короноваком это прививка была не признана и они получаются сделали две короновака еще 2 файзеров и того 4 ну как бы многовато поэтому изначально если вы прививаетесь у себя в своей стране посмотрите какие список прививок признаются в евросоюзе в частности в польше и пожалуйста делайте именно эти прививки что потом не было обучительно больно что касается нас мы вот переболели микроном и нам получили сертификат выздоровенца который будет действовать 180 дней соответственно меня пригласили на третью прививку которая должна была быть в апреле но слава богу мы сдвигаемся теперь до августа и можем спокойно как бы использовать да и как выкожистовывать ну да использовать этот сертификат поэтому плохо что болеешь но хорошо что получаешь такой сертификат поэтому тоже не забывайте если вы переболели распечатайте его мы например можно его распечатать считать самому из своего кабинета который я например создала через профиль зао фаны на пациент govpl но также мы пошли например после выздоровления мы пошли к нашему терапевту и он сам его распечатал и круто всей семье просто мы пошли на обследование как все у нас хорошо сдали анализы кровь после переболения поэтому такие вам лайфхаки что можно сделать как можно получить пользуйтесь не забывайте и будьте здоровы пока